Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! В предыдущей видео статье я рассказал вам об основных понятиях системной очаговой склеродермии. Мы разобрали, что такое очаговая и линейная форма заболевания. А сейчас я расскажу вам о более редких формах склеродермии и ее диагностике. К более редким клиническим разновидностям очаговой склеродермии относят пятнистую или она еще называется склеротрофические лихины или болезнь белых пятен, атрофодермию при ирине позине, глубокую, килоидно подобную и булезную склеродермию. Если говорить о склеротрофическом лихине или болезни белых пятен, чаще он встречается у женщин после 50 лет. В основном на фоне гормональных расстройств, а также у детей от 1 года до 13 лет. 70% случаев приходится на возраст до 7 лет. Пятнистый поверхностный вариант очаговой склеродермии характеризуется, вот как вы можете посмотреть на этой фотографии и на других. Формирование мелких пятен размером от 1,5 до 1 см, снежно-белого или перламутрового цвета с тонкой блестящей прозрачной кожей. Вот как видно на следующей фотографии, окруженный узким эритоматозным венчиком, напоминающим сиреневое кольцо при бляшечной склеродермии. Излюбленная локализация этой формы склеродермии кожа шеи, груди, плеча, половых органов, реже на спине и животе. Также мы можем вот видеть и на этой фотографии, здесь вы видите множественные такие. В области пятен волосы отсутствуют, рисунок кожи сглажен, пятна часто группируются, образуя обширные очаги поражения, как вот видно еще раз, обращая ваше внимание на этой фотографии, диаметром до 10 сантиметров и более, субъективно может беспокоить чувство стягивания кожи, небольшой зуд. Вторая по частоте локализации склеротрофического лихина, это в периональной перевульбарной зоне в виде восьмерки или песочных часов, а также крайняя плоти, головка полового члена, вот как видно на этой фотографии. У взрослых высыпания существует длительно, после них остается атрофия. При возникновении склеротрофического лихина у детей в области гениталий прогноз благоприятный, симптомы заболевания исчезают в срок от 1 года до 10 лет. В 60-70% случаев к мубертатному возрасту состояние пациента существенно улучшается. В редких случаях заболевания персистируют до взрослого возраста. Длительно существующие образования могут быть чувствительными, особенно при ходьбе. Возможно, некоторые осложнения, связанные с нарушением мочи спускания, ущемлением головки полового члена. Следующая форма – это идиопатическая атрофодермия пьеринепазини. Встречается у женщин, как вот видно на этой фотографии, в местах постоянного давления на кожу резинок, лямок, ремней, ручек и сумок. Представляет собой разновидность ограниченной склеродермии, являющейся как бы поверхностной формой между бляшечной склеродермией, или переходной такой между бляшечной склеродермией и атрофией кожи. Высыпание в виде фиолетовых, таких сиреневато-фиолетовых пятен, с гладким, слегка западающим центром, локализуется на туловище, обычно на спине. Иногда вокруг пятна видно сиреневое кольцо. Для этой формы характерно отсутствие уплотнения. Отличием идиопатической атрофодермии от бляшечной склеродермии состоит в том, что при атрофодермии поражается главным образом кожа туловища, а не лица и конечностей. Процесс развивается длительно, в течение нескольких лет. Очаги поражения представляют собой бляшки, почти, вот как видно на этой фотографии, без уплотнения, синевато-коричневого цвета, без фиолетового кольца по периферии. Полного регресса атрофодермии не наблюдается, в то время как очаг бляшечной склеродермии может исчезнуть полностью или после него остается легкая атрофия. Рассматривается как поверхностная форма ограниченной склеродермии. Еще очень редко встречается булезная форма склеродермии. Вот на этой фотографии вы видите, когда на поверхности очага образуются пузыри. Эти пузыри здесь уже вскрылись, видите, и такие засохли с образованием геморрагических корочек. И у некоторых видно, что здесь вот где отошла внизу, где-то часов на четыре вот на фотографии отошла покрышка пузыря, видно такая розированная поверхность. Ну, потом со временем она заживет. А также встречается еще и килоидоподобная форма, как вы можете видеть на этой фотографии, когда вы видите, очаг представляет как бы килоидный рубец. Диагноз ставят на основании чаще клинической картины, то есть визуально. В сомнительных случаях для уточнения диагноза проводят биопсию, то есть исследование кусочка кожи для определения уже именно специфических изменений в ткани. Так как ограниченные формы склеродермии иногда могут трансформироваться в системный процесс, проводят, конечно, обязательно лабораторные оспследования. Так, с целью исключения болезни лайма, о котором я говорил в предыдущем ролике, проводят исследование крови на клещевой боррелиоз. Большое значение имеет исследование крови на антинуклеарные антитела, которые выявляются у 46-80% больных и могут служить признаком тяжелого течения заболевания, а также уровня С-реактивного белка, фибриногена. Для выявления сопутствующих заболеваний и противопоказаний к лечению, конечно же, целесообразно исследование общего и биохимического анализа крови, общего анализа мочи. Для исключения системной склеродермии обязательно консультация ревматолога. И, кстати, с той или иной периодичностью, ну, допустим, раз в 1-2 года пациенту со склеродермией надо посещать ревматолога именно для исключения системного процесса. Что касается, как бы, дифференциальной диагностики с какими-то другими заболеваниями, то в начале развития бляшечной склеродермии, когда уплотнение кожи еще не выражено, конечно, процесс может напоминать другие заболевания. Витилиго, парапсориаз, липоидный некробиоз. Вот на этой фотографии вы видите пациента с диагнозом липоидный некробиоз, о котором я расскажу в следующем своем ролике. Также вот на следующей фотографии мы видим пациента с диагнозом парапсориаз. Итак, вот если человек не врач, то, конечно, очень трудно отличить вот эти вот высыпания, вот эти пятна, допустим, от бляшечной склеродермии. Поэтому не пытайтесь сами себе поставить диагноз. Это должен делать только врач. Что касается лечения склеродермии, то она многокурсовое, комплексное, с последующим диспансерным наблюдением, с профилактическими 1-2 раза в год под курсами различной терапии и, если есть возможность, что желательно с санаторным лечением. Таким образом, ограниченная склеродермия не обязательно перейдет в системную. Второй момент. Заболевание надо постоянно контролировать. Третье. Склеродермию надо обязательно лечить, не дожидаться, пока она сама прогрессирует. Обязательно надо проводить профилактическое поддерживающее лечение где-то 1-2 раза в год. Жду ваших комментариев и вопросов. Подписывайтесь на мою страничку. Напоминаю вам, что вы можете задать мне личный вопрос на почту моего блога в разделе индивидуальной консультации. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...